Посев лука проводим в январе, если вы живете в южных теплых регионах, если вы живете в средней полосе на Урале, Дальнем Востоке, в Сибири. Посев лука проводим чернушкой примерно с середины до конца марта. Посев можно производить сразу в грунт теплицы на рассаду или в рассадные ящики, которые должны быть высотой около 10 см. На дно посадных ящиков размещаем очень рыхлый грунт. Соотношение 50% грунта и 50% разрыхлителя. Лучше всего смешать песок и вермикулит и разложить это по нижней части нашей посевной емкости. Хорошо уплотнить, напитать сильной водой, потому что семена очень туго всхожие. Разложить семена по поверхности уплотненной почвы и присыпать сверху 1-1,5 см очень рыхлого грунта. Хорошо полить и убрать в теплое место до появления петелек, до появления всходов, а затем уже разместить на холодном подоконнике. Мне кажется, вот это вот краткое резюме, которое я сейчас сказала, в начало ролика опять-таки впихнем. И для тех, кому жизнь коротка, пускай все посмотрят в начале ролика и все. Поставят лайки и идут дальше смотреть что-нибудь еще. Друзья, всем большой привет! Ну вот, настал тот самый день, тот самый ролик, когда мы начнем сеять лук эксибишн на рассаду. И не только эксибишн, сегодня мы рассмотрим, какие еще бывают сорта лука, чем они друг от друга отличаются, когда его посеять, чтобы все получилось, и почему у вас может не храниться опять-таки лук эксибишн. В этом ролике все про посеяв лука чернушкой. Погнали! Итак, начнем с того, что определимся, а для чего нам вообще сеять лук при помощи чернушки. Если кто-то не знал, то чернушка это семена лука репчатого, потому что они выглядят такими черненькими штучками, очень похожими на нечищенную гречиху. Семена лука чернушки достаточно большие, в пакетах их обычно очень много. Потом мы раскроем пакеты, я вам покажу, сколько его здесь. Во-первых, посев лука чернушки, это достаточно дешево. Объективности ради, уже, наверное, все, кто выращивают лук дома, посчитали и знают, что выращивать лук дома из севка это дорого. Причем это очень дорого, и зачастую это получается намного даже дороже, чем покупать уже по осени или зимой постоянно лук в магазине. Ну, то есть, один раз, там, закупив весной севок 2-3 килограмма, ну, это, конечно, очень много, но килограмм-полтора точно, мы получим обычно такое количество лука, которое по цене вообще не сопоставимо со стоимостью севка. И получается, что выращивание лука из севка превращается больше, скорее, в хобби, чем в необходимость заготовить лук. Но гораздо дешевле можно вырастить собственный хороший, нормальный, развитый, полноценный лук-репку, для того, чтобы его хранить всю зиму и пользоваться, собственно, всю зиму тем луком, который вы знаете, как вы выращивали, где вы выращивали, на чем он рос. И получается это намного-намного дешевле. Даже если покупать дорогие сорта и гибриды, типа Benita гибрид лука или Exhibition. Это голландские луки, они дорогие достаточно. Цена таких луков в розничных магазинах может быть от 50 до 150 рублей. Но опять-таки, если пересчитать на вес, который получится из, допустим, пакета Exhibition, выходит, что он будет по итогу вам очень-очень недорогой. Но есть совсем дешевые сорта лука, классические, старые, которым уже 350 тысяч лет, например, Мечковский или Штутгартен Ризен. Причем Штутгартен Ризен это один из самых распространенных луков, который продается весной севком. Его точно так же можно вырастить при помощи семян. Это первый плюс. Это реально намного дешевле. Если у вас особенно нормальная качественная почва, есть место, это будет дешевле. Не считая, конечно, трудозатрат. Потому что все-таки если с трудозатратами, то где-то примерно к одной цене это все и приближается. Вторая причина, почему стоит заморочиться с выращиванием лука из севка. Если мы говорим конкретно про Exhibition, тогда это понты. Это прям откровенно говоря просто понты. Ну потому что не у всех далеко получится вырастить такой здоровенный лук, который размером может быть до килограмма. Причем я сейчас вообще не приукрашаю нисколько. Это вполне себе реальность. Килограмм, кило двести, одна луковица. Зачем? Это понты. Как говорят понты дороже денег, в данном случае дороже целесообразности. Потому что далеко не всегда нужен лук такого здоровенного размера. Поэтому по моим сугубо личным субъективным представлениям, в процентном соотношении Exhibition должно быть при посеве 10-15%. А весь остальной лук должен быть нормальным. Типа Мечковского или Штутгартен Ризена, который у вас будет массой по 100-150 граммов. Чуть больше, чуть меньше. А вот эти здоровенные Exhibition, ну это так. Ну это просто попантоваться перед соседями, перед знакомыми в интернете, опять-таки в инстаграме и так далее. Пару раз приготовить с ним какой-нибудь плов. Очень удобно будет. Килограмм риса, одна луковица, которая тоже массой будет килограмм. Можно несколько раз приготовить какие-нибудь манты, манты, салаты порезать его. Ну и на крайняк можно, в принципе, его и половинить. То есть разрезать там на несколько частей. Если вы каждый день, например, готовите или несколько раз в день, то, в принципе, эту здоровенную луковицу разделить на 2-3 приготовления пищи будет вполне себе адекватно и нормально. А сразу про критику Exhibition. Он нормально хранится, если его нормально вырастить. Все говорят, многие говорят в интернетах, пишут, что Exhibition совсем не хранится. Якобы он лежит 1-2 месяца и потом начинает сильно портиться. Да, это происходит. Но происходит это только в том случае, если мы выращиваем Exhibition слишком поздно посеяв. Либо если мы его убираем не своевременно и не проходит он нормально после уборочного дозаривания. То есть у него, если не возревают чешуи нормально, тогда он действительно будет плохо храниться. Если его правильно посеять и правильно собрать, он будет лежать у вас до нового сезона. Этот факт полностью подтверждает наша работница, которая у нас в фирме занимается выращиванием и поддержанием состояния участка, скажем так, с прошлого года. Она просто гений выращивания Exhibition. Я вам передаю огромный-огромный привет и с вашего разрешения прикрепляем сюда фото, которое она прислала мне вчера. На момент это... Какое у нас сегодня число? Какое сегодня число? 16 января. 16 января лук Exhibition выглядит вот таким образом. Выращенный в Барнауле в Алтайском крае. То есть если его нормально собрать, он нормально хранится. Она выращивает лук Exhibition для постоянного применения и использования уже на протяжении многих лет. И использует его как основной лук, который хранится в прохладном просто помещении. Даже, по-моему, не в подполе. Так что все нормально к Exhibition, если его нормально вырастить. Почему еще стоит заморачиваться? Потому что донсовая гниль и луковая муха, они повреждают лук, если поврежден сивок, во-первых, донсовая гниль, например. Луковая муха начинает повреждать слабый лук, который был поздно посеян. Если мы рассады рано высаживаем лук чернушку, то к моменту лета луковой мухи лук уже очень сильный, он уже очень крепкий, и ему луковая муха становится не страшна. Точно так же, как ему становится не страшна донсовая гниль. То есть у нас лук посеянный чернушкой гораздо более здоровый и не подвергается болезням и вредителям. Соответственно, их родиться он тоже будет очень даже неплохо и очень даже хорошо. К тому же, выращивание лука это достаточно целесообразная штука из сивка в плане размещения его пространства. Многие могут сказать, что он занимает слишком много места, но именно луком сивком мы можем заполнить прохладные подоконники, холодные подоконники, или рано весной использовать теплицу, сея его на рассаду непосредственно прямо в теплице к срокам посева. Слишком много времени так потратила про обоснование лука сивка. Если, проще говоря, хотите выращивать, выращивайте. Не хотите выращивать, не выращивайте. К срокам посевов. Здесь все можно разделить на две категории, на две градации. Если же вы живете в теплых регионах, где грунт оттаивает уже в апреле, в середине апреля, в начале апреля, и температура грунта становится около плюс двух, плюс трех, но стабильно положительно, вы можете сеять лук-чернушку на рассаду уже в январе, в середине, в конце января. Это касается южных регионов, это касается отдельных сибирских даже регионов. Если, например, вы будете высевать его, высаживать, точнее, в тепличные условия, если грунт рано прогреется. Если вы планируете его высаживать в открытый грунт, в средней полосе, на Урале, на Дальнем Востоке, в Сибири, на Севере, тогда нужно его сеять сначала до конца марта. Это будут вполне себе нормальные, оптимальные сроки. Если у вас в это время в теплицу грунт протаял, можно посевы на рассаду проводить сразу в грунт, в теплицу. И получается, к моменту, когда вы будете высаживать рассаду томатов, огурцов и разных других культур в теплицу, как раз в этот момент вы лук пересадите в открытый грунт, и у вас будет очень полезно занято пространство. Если же у вас теплицы нет, или, например, у вас нет возможности туда рано приехать, если она находится где-нибудь на даче, где просто нет дороги, то можно посеять лук в рассадных емкостях. Какие выбрать рассадные емкости? Есть очень много видео в интернете, когда фермеры достаточно большие, которые выращивают на продажу лук и всякое такое, пользуются кассетами. Кассеты это неплохо, в принципе, вот такого-то размера, но у них есть одна достаточно значительная проблема, это высота рассадной емкости. При выращивании рассады лука чернушки высота емкости должна быть достаточно большой, хотя бы сантиметров 8, для того, чтобы было место для развития самой луковицы, будущей потом уже, и развития корней, развития вот этой белой части, чтобы луковица была крупная. У лука, который выращивается через рассаду, через чернушку, в принципе, самая критичная фаза роста по всем направлениям, по объему грунта, по питательности и так далее, это как раз начало роста от сходов и до начала формирования непосредственно самой репки. Вот, поэтому такие кассеты использовать, в принципе, можно, но я бы не советовала, потому что это у нас сокращает эффективность результатов, скажем так. Самым простым и лучшим вариантом будет выращивать в обычных ящиках рассадных, причем желательно таких, которые повыше, по высоте, не очень широких, узких, чтобы поместились на подоконник, высокая рассадная емкость. В принципе, это будет идеальная посадочная, посевная емкость для выращивания лука чернушкой. На дне должны быть дренажные отверстия, так как избыток влаги может привести к загниванию корней, к загниванию будущей репки. Поэтому то, что нам нужно сделать сейчас, это новый у нас рассадный ящик, это сделать в нем дырочки, сделать рассадные эти, кто они, дренажные отверстия. А для этого нужно вооружиться шурповертом. Как он у тебя открывается, вот так. Это не мой шуруповерт, у меня тоже есть шуруповерт. Это был дрель, шуруповерт, дрель, дрель. Это дрель? Это... Нет, это изначально шуруповерт, который с функцией дрели. Вот, это одно из лучших приобретений этого года, я себе тоже купила. Вот. Собственно, все, дырки сделаны. Теперь можно будет приступать уже к грунту, к наполнению грунтом. Какой грунт необходим для посева лука чернушки? Что он любит? Здесь все достаточно просто. Грунт должен быть очень легким. Хорошо, если он будет слабокислым или близким к нейтральным. Спасит 6,5 до 7. Хорошо, если грунт будет очень насыщен разрыхляющими разными агентами и компонентами. Для того, чтобы у него легко развивалась корневая система. Еще есть небольшой такой лайфхак. Ужасное слово. Есть небольшой такой совет, скажем так. На дно посадочной емкости, в которой мы будем сеять лук чернушку на сивок. Для того, чтобы, когда он разрастется, его было легко пикировать и пересаживать уже либо сразу в грунт, либо еще в отдельные стаканчики. В зависимости от того, как там погода сложится. На самое дно, примерно на половину рассадной емкости, лучше наполнить ее очень-очень легким, крайне-крайне рыхлым грунтом. Для этого смешаем грунт, вермикулит и песок. Вооружаемся перчатками. И сейчас начнем намешивать грунт. Это не все классные, но они слипаются вообще, капец. К-Щ-С. Это кислоты, щелчь, стойкие, лабораторные перчатки. У них нет фирмы названия, в химреактивах покупала. Простым-то людям такие особые не нужны. Ну да. Но хотя они классные, они же вообще там что угодно выдерживают. Но они не нужны объективно такие. В общем, мешаем грунт. Берем любой универсальный грунт, рыхленький, торфяной, даже пойдет огородный. Без проблем. Вообще любой. Получится по перфорации оторвать или нет? Мне кажется, нифига. Мне, конечно, нет. Сейчас его нужно немного, потому что здесь будет много вермикулита. Сбежать решил. Нормальный, кстати говоря, грунт. Торфяной, торфа много. Любой универсальный вообще без разницы. Потому что все равно мы потом, позже начнем подкармливать лук. К нему добавляем песок. Примерно где-то 1,5 от объема. Если есть. Если нет песка, ничего страшного, можно без него обойтись. И вермикулит. Причем у нас сегодня какой-то прям супер хитрый вермикулит. Какой был? Смотрите, какого он размера. Это так круто выглядит. Офигеть. Я поняла, что это такое. Это выглядит, как хиральные кристаллы из Death Stranding. Прям точно так же. А сейчас заодно проверим, сколько у нас геймеров в подписчиках. Я буду ждать тебя. На берегу. Добавляем вермикулит. Любой. В нашем случае какой-то прям супер крупный и огромный. Это богатырь от Ламы. Я не видела больше такого вермикулита. Он офигеть какой крупный. Нет такого, берите любой другой. Вообще без разницы. Итого у нас получилось соотношение разрыхлителя и грунта. Примерно один к одному. Это прям хорошо для того, чтобы сделать на дне очень рыхлый грунт, из которого потом легко будет разделять корни лука-чернушки и рассаживать его уже потом в грунт. Наполняем дно нашей рассадной емкости, ящика в данном случае, вот этим супер-супер рыхлым грунтом. Я кушать хочу. Уплотняем грунт. Он у нас здесь не слишком сильно уплотнится. Рыхлый грунт, когда в нем достаточно количества разрыхляющих агентов. И даже если вы его вот так вот рукой утрамбуете, прям прессуете, все равно корням будет рыхло, потому что у нас очень крупные почвенные отдельности. У нас очень крупные здесь частички, которые составляют этот грунт. Плюс у нас здесь торф. То есть то, что мы его уплотняем, грунт твердым или плотным не сделает. Сделает его таким, какой он здесь должен быть. Слишком рыхлый грунт, кстати, при именно неуплотненной, недостаточно уплотненной, приводит к тому, что репка при посеве лука чернушка развивается очень мелкой. И таким образом выращивают, кстати говоря, сивок. Есть интересный факт по поводу выращивания лука чернушки из чернушки. Вообще лук это двулетняя культура, которая в первый год дает репку, во второй год дает цветок. Но в условиях северных регионов, холодных регионов, например, Алтая, там, я не знаю, Подмосковье, любого другого региона России практически, кроме южных, лук растет по трехлетней культуре. Что интересно, в первый год вырастает мелкая луковица, которую мы называем обычно сивком. На следующий год мы ее высаживаем, или она остается в грунте, она формирует большую луковицу, и в этот год она может потенциально зацвести и дать семена, а может продолжить расти. То есть нам понадобится еще раз посадить крупный лук, для того, чтобы он в следующем году уже на третий сезон дал цветонос. Но, растягивая вегетационный период, мы можем обхитрить систему и получить крупную репку уже в первый год. Хотя, по идее, по природе вырастает только сивок, поэтому, собственно, он и сеется через рассаду. А если при начальных этапах выращивания лука из чернушки до момента закладки самих чешуек были некомфортные условия, например, когда вы рассадили лук и посадили его в открытый грунт очень близко друг к другу, на расстоянии менее 5 сантиметров, то в этом случае будет формироваться сивок только. И ничего сделать с этим будет нельзя. Если на моменте высадки рассады в грунт было очень сухо или была слишком рыхлая земля, если вы ее очень глубоко перекопали, если в этом грунте было очень много органических удобрений, перебор, то есть было очень много свободного азота, то тоже формирования крупной репки не будет. Лук стрессанет, и он начнет сформировать сивок мелкого размера. Для того, чтобы сформировать семена только через год, он воспринимает это как стрессовые условия. Поэтому при выращивании лука из чернушки, самый критичный период это начало роста до середины, начала июля, вот так примерно. В это время нужно заморачиваться для того, чтобы получить крупный эксибишен или любой другой лук, которым вы занимаетесь. Поэтому от начала посевов и до начала июля нужно к нему более трепетно относиться, своевременно поливать, потому что лук очень любит, когда грунт влажный, в моменте формирования чешу, и тогда он у вас будет крупный, и тогда будет нормальное питание. Поэтому вот к этому моменту мы относимся очень серьезно, но чуть позже я подробнее расскажу, что делаем дальше. Нижний слой, в котором у нас будут развиваться затем корни, мы сформировали, уплотнили, он у нас более рыхлый получился. А теперь для того, чтобы заполнить емкость посевную до конца и затем уже заделывать семена, мы сделаем немножко более тяжелую версию этого же грунта. Делаем все точно так же, только добавим меньший процент песка и вермикулита. Остатки грунта, остатки песка и вермикулит. Если здесь у нас на дне было примерно 50 на 50, то здесь у нас уже процент разрыхлителя примерно 20 от объема всего грунта. А остальное это у нас торф или грунт универсальный, который вы используете. Заполняем дальше рассадную емкость. До верха должно остаться примерно 2 см. И вот сейчас будут критически важные нюансы и моменты, из-за которых у вас может не получаться рассада. При выращивании любой рассады самое важное получить равномерные всходы, чтобы вся культура сходила примерно в одни и те же сроки. Для этого есть несколько моментов. Во-первых, поверхность посевного ложа, то есть туда, куда мы будем укладывать семена, должна быть очень ровная и достаточно плотная, для того, чтобы семена ложились на одну и ту же глубину. Если грунт будет слишком рыхлым здесь, то получится некоторые семена при поливе могут провалиться ниже, и они будут на большей глубине. А некоторые останутся здесь сверху практически на поверхности. И, соответственно, у нас глубина расположения семян будет разная, и время всходов тоже будет разное. А нам его нужно унифицировать, сделать примерно в одно и то же время. Плюс семена должны сходить на плотной поверхности почвы. Это даже по природе так задумано. По земле обычно кто-то ходит, животные или там неважно кто, и грунт достаточно плотный. Мы имитируем природные условия. Грунт мы уплотнили. Вот, он получился абсолютно ровный и абсолютно плотный. Теперь критически важно очень хорошо напитать грунт водой, теплой водой. Из-под крана можно, без разницы, можно талой водой, никакой разницы не будет в данный момент. Грунт должен быть очень и очень мокрым, потому что сеять мы будем сухими семенами. Я всегда за то, чтобы, если есть какие-то лишние мероприятия, их убирать. В частности, замачивание семян. Никогда никакие семена мы не замачиваем. Это лишняя процедура, она здесь не нужна. Будем сеять сухими семенами, но в очень мокрый грунт. Для этого мы будем хорошо насыщать влагой. Семена у лука, который сеется чернушкой, очень туго всхожи именно из-за того, что они долго набухают. Проливаем грунт теплой водой и даем постоять минут 5-7. Обратите внимание, если после полива у вас образовались какие-то ямы-борозды или места, где у вас вода текла ручьем, такие прям реки практически, то это дело нам тоже нужно хорошо разровнять и уплотнить, чтобы рек таких никаких не было. Буран опять. Приступаем к пассиву. Фиг снимешь. Итак, сегодня мы будем сеять эксибишн. Повторюсь, сегодня 16 января. Сегодня слишком рано для посева лука на рассаду, если вы живете в Сибири. Если живете в теплых регионах, нормально. Если живете тоже в Сибири, на Урале, на Дальнем Востоке или в Центральной Европейской части страны, лучше отложить посев лука на рассаду примерно до начала марта. Плюс, если мы сеем его сейчас, обязательно понадобится досветка. Если будем сеять в более адекватные сроки, подсветка не понадобится. В пакете эксибишна нашего, по крайней мере, от семена Алтая, достаточно много. Семена у него обработанные, поэтому они такие цветные. Сейчас все достану. Вот такие. Раскладываем семена по поверхности почвы, не делая никаких бороздок, так тоже достаточно удобно и нормально. На расстоянии буквально пары миллиметров друг от друга и между рядками где-то полтора сантиметра оставляю. Будем экономить место по максимуму. Вообще, вполне можно так вот в хаотичном порядке это делать. Без четко выраженных рядков. Это тоже удобно. Кстати, таким образом лук будет стоять нормально, если его разложить хаотично, а не в рядки. В рядках он может начать падать, а так он будет друг за другом держаться. Но достаточно близко друг от друга остается место. Посеем весь. Что получается? Четыре пакета у нас войдет здесь. А, пять пакетов посеем. А что, можем себе позволить. У нас будет много лука. Я не знаю, килограмм сто лука будет просто. И, собственно, все. Присыпаем сверху лук слоем рыхлого грунта. Теперь уже вот как раз не уплотняя. Примерно сантиметр, где-то 13 миллиметров. Это уже рыхленьким таким грунтом. Особо его не уплотняя. Увлажняем сверху. И еще раз удобно это сделать при помощи опрыскивателя. Никаких биопрепаратов, никаких гуматов, никаких удобрений. Ничего. Ни стимуляторов роста. Просто обычной теплой водой. Сверху поливаем. На начальных этапах у любых растений, в том числе у лука и у ксибишина, и у разных других, у обработанных и необработанных семян. Все зависит от энергии прорастания, от энергии всходов самих семян. И все питательные вещества содержатся внутри семян. Сверху ничего мы добавлять не должны сейчас. Им это просто не нужно. Поэтому достаточно просто очень хорошо увлажнить. И поддерживать постоянно высокую влажность. Поливаем. И все-таки гениальная штука опрыскиватель, конечно, такой электронный. Накрываем сверху пленочкой. Это может быть пищевая пленка. Идеальный вариант, если это стекло. Если оно у вас есть, можно не оставлять даже дырок для проветривания. И убираем в теплое место. Примерно на 5-7-10 дней. В зависимости от того, какая температура, опять же, какие семена, какая у них схожесть. До всходов храним и выдерживаем семена, посевы в достаточно теплых условиях. В комнатной температуре, в районе где-то 22-25 градусов. Затем, как только начнут появляться петельки, это может быть от 3 дней до 15 дней, у всех луков это происходит по-разному, но в среднем где-то на 10-й день, потому что семена достаточно плотные, им нужно успеть набухнуть. Как только начинают появляться петельки всхода, маленькие совсем, сразу лук открываем, естественно, и переносим на прохладный подоконник при температуре около плюс 15 градусов. Обычно к весне такая примерно температура на большинстве подоконников и складывается. Даже если она будет ниже, в районе плюс 10-12, это тоже нормально. При высокой температуре лук будет развиваться тяжело, будет плохо развиваться перо, будет плохо развиваться зачаток репки самой. И вот как раз-таки при высокой температуре, если мы будем держать рассаду, мы можем получить то, что у нас лук пойдет по типу севка и не будет нормальной крупной репки в первый год. Поэтому посеяли, убрали, дождались сходов петелек и убрали сразу на прохладный подоконник. Если сеем в марте, досветки нет необходимости делать. Если сеем рано в январе, конечно, досветку придется производить до примерно 12-14 часов в день. Подкормки начинаем с того момента, когда у нас петельки полностью расправятся. Делать это можно любыми комплексными, полными удобрениями, рассадным, листовым, для комнатных растений, где примерно одинаковое количество азота, фосфора и калия. Маленькими дозами, примерно по полграмма на литр воды, через три полива проводим подкормки. Лук в начальных этапах роста, до формирования репки полноценной, вызревания чешуи, очень любят постоянные дробные подкормки малыми количествами удобрений. Это будет полезно и для комнатных цветов, и для всех других растений, поэтому это не должно составить особого у вас труда. Все, выдерживаем лук на подоконнике. И если потом, примерно к середине апреля, например, у вас оттаивает теплица, можно его вынести туда в теплицу, если там температура в районе 10-12 градусов будет. Можно держать его даже на земле. Если у вас теплица в доступе рано, можно посевы производить сразу на рассаду в грунт теплицы. Тогда система будет примерно такая же. Уплотняем почву, сеем лук, и сверху прикрываем рыхлой землей. В принципе, вот и все. В дальнейшем высаживаем лук в открытый грунт, тогда, когда у нас минует угроза сильных заморозков. Но при этом легкие заморозки в районе минус 2-3, в принципе, луку не страшны. И все, и проводим подкормки. О дальнейшем выращивании лука мы поговорим с вами в отдельном ролике, потому что это отдельная большая тема, очень интересная. О том, как его защитить от луковой мухи, от разных гнилей, о том, что можно с ним еще делать, чем подкармливать. А пока повторим в двух словах. Посев лука проводим в январе, если вы живете в южных теплых регионах, если вы живете в средней полосе на Урале, Дальнем Востоке, в Сибири, посевы лука проводим чернушкой примерно с середины до конца марта. Посевы можно производить сразу в грунт-теплице на рассаду или в рассадные ящики, которые должны быть высотой около 10 сантиметров. На дно посадных ящиков размещаем очень рыхлый грунт. Соотношение 50% грунта и 50% разрыхлителя. Лучше всего смешать песок и вермикулит. И разложить это по нижней части нашей посевной емкости. Хорошо уплотнить, напитать сильной водой, потому что семена очень туго всхожие. Разложить семена по поверхности уплотненной почвы и присыпать сверху 1-1,5 сантиметра очень рыхлого грунта. Хорошо полить и убрать в теплое место до появления петелек, до появления всходов. А затем уже разместить на холодном подоконнике. Мне кажется, вот это вот краткое резюме, которое я сейчас сказала, в начало ролика опять-таки впихнем. И для тех, кому жизнь коротка, пускай все посмотрят в начале ролика и все. Поставят лайки и идут дальше смотреть что-нибудь еще. Собственно, все. На этой традиционной ноте с музыкой за стеной мы заканчиваем сегодняшний наш ролик. Надеюсь, что у вас все получится в выращивании лука эксибишина. Вы с нами пройдете этот путь до получения огромных луковиц. Спасибо большое за просмотр. И пока-пока. Ты теперь повелитель лука будешь. Это было больно. Спасибо. Спасибо.